Начали планёрку с новых назначений. Должность начальника отдела по делам несовершеннолетних сочинской мэрии заняла Наталья Вишнёвая. На работу она попала из кадрового резерва городской администрации. Анатолий Пахомов перед новым руководителем отдела поставил задачу работать на уменьшение статистики по трудным подросткам. Сейчас таких на учёте порядка 300. Есть детки 300 человек. И надо найти у каждого из этих 300 деток, которые склонны к совершению каких-то неправомерных действий, надо найти у них увлечение. Поэтому каждый индивидуальный анализ по каждому этому ребёнку. 20 новых парков и скверов – таковы планы по благоустройству Сочи на этот год. Четыре зоны отдыха обустраивают в городе в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды. Один из таких проектов – это продолжение начатой в прошлом году реконструкции набережной на Мацесте с последующим её соединением с тропой здоровья. По остальным трем мини-паркам в августе будет разыгран конкурс. Ещё 16 скверов по четыре в каждом районе благоустроят сочинские бизнесмены за свои средства. Это скверы, благоустроенные территории, которые оформляются и подсветкой, и озеленением, располагаются также лавочки, урны вблизи, что, наверное, будет заметно не только горожанам, но и гостям города Сочи. Сочинцы сами выбирали, какие территории благоустроить. Это и новые скверы, и реконструкция существующих мест отдыха. Теперь задача районов подготовить проекты. Срок реализации – конец октября. Ну а проблема, решение которой не терпит от влагательств, это мусор. В Лазаревском жители жалуются на заваленные крупногабаритом контейнеры. При этом туда они его выносят сами, но никак не оплачивая, хотя делать это они обязаны. Претензии же САХА – дефицит кадров и машин. Мне это не нравится. У вас есть специалисты, которые обязаны следить за технодзорью, следить за состоянием контейнерных площадок. Прежде всего водители, да, укомплектованность должна быть. Может быть, даже взять на летнее время тех, которые сегодня на заслуженном отдыхе, но могут поработать. И эту работу надо сделать. И мы выделяем дополнительные деньги. И естественно, что вопрос только неисполнительской дисциплины. И за это будем наказывать. Ну а решением проблемы со строительным мусором может стать снижение тарифа на его вывоз, посоветовал глава города руководству САХА. А поручение управлению молодежной политики подобрать совместно с полицией площадку для стритрейсеров, которые сейчас выбирают для дрифта, например, площадь у Зимнего театра, что недопустимо, считает мэр. В Москве, например, заходишь, следовая площадка, народу много, их видно, они там гоняют. Ну и больше нигде зато не гоняют. А у нас они везде гоняют. Чтобы беды не было, нам надо возглавить эту работу. Еще одно поручение от главы города – провести ревизию всех 66 домов культуры. Как минимум шесть из них могут рассчитывать на участие в нацпроекте «Культура». Если заявки пройдут, то эти ДК будут отремонтированы за федеральные деньги уже в следующем году. Татьяна Говоркова, Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.